Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли И второй вопрос. Да, есть еще один вопрос. Он про Бога, так и написано. Я согласна, что религии и любая другая ритуализация это все декорации. Но кем создан этот мир? Кто автор наших программ изначально? Кто-то же придумал и установил их в наше сознание. Я верю и доподлинно знаю, что состояние быть с Богом изнутри, я чувствовала, что много раз знаю, что Бог – это любовь. Но вот вопрос, кто же установил программы изначально, кто придумал и установил их в наше сознание? Вопрос интересный, правда? Кто это этот кто-то, кто установил? Я. Любой человек, который говорит «я», то есть вот это сознание, вот это поле сознания. В предыдущем мы ролик закончили с чем? Есть сознание в теле. Вот когда сознание в теле, мы говорим про отделенность, там есть душа. Есть вот это сознание в теле, но может достичь самоосознания. Вот тот момент, когда оно осознает себя в теле, но в то же самое время оно осознает себя частью еще чего-то большего. А есть тело в сознании. Поле сознания, есть в нем тело. Вот если человек осознает себя вот этим сознанием, огромным, вот этим «я», единым, то тогда нет ничего отделенного. Тогда все мы отражаем друг друга в одном и том же поле сознания. Да, это все «я». И это все «я». Я создал, я проявил, я… Поймите, если… Вот здесь игра восприятия. Если вы говорите о смерти, говорите о смертности, то у «я» в теле умирающего и перетекающего дальше происходит переключение программы телепередачи. Пошел новый фильм. А смерть его наблюдают наблюдающие за «я», смотрящие за «я». То есть то, что мы выносим и наделяем отделенностью, объективностью. Это не «я». Вот не «я» хоронит «я». А «я» остается жить вечно. Оно никуда не девается. А тело дорисовывается, как картинка, в которой фильм, в который играет эта «я». Каждый раз новая фильм. Да, это чтобы не было дырки в полотне киноэкрана. Дорисовывается. Да. А иллюзия смерти существует в головах хоронящих. На самом деле это так, действительно. И поддерживается. Да, и поддерживается. Поддерживается за теми, кто верит в объективность и кто верит в отделенность. Кто верит в вынесенного Бога. Чем больше вы выносите Бога, Создателя из себя, тем больше вы отделены. Вы тогда сознание в теле. Тогда тело для вас – это ваша темница, гробница, еще что-то. Что мы и говорим. Что мы спим. Сон. Да. Но при этом, если вы будете сознанием, у которого есть тело, тогда тело будет в сознании. Это уже другой подход. Тогда нет вопроса, кто это создал. Я это все создал. Я. Вот смотрите, даже если мы зайдем с микро и макро, да. Если мы посмотрим макро, то нам кажется, вот это миры и так далее, которые кто-то создал. А если мы войдем в микро, то вы увидите, что микро идет по подобию макро. Один в один. Все едино. Все едино. Это все одно. И вы можете быть и в микро, и в макро. Ваше сознание определяет, где вы фиксируете внимание. Ключевое ваше внимание. Да. Именно в этом. На самом деле нет ничего. Вот я понимаю, что человек задал вопрос конкретно. Знаешь, какой вопрос был? Какой именно? Первично. Суть вопроса была именно первично, кто создал. Тогда и время становится линейным. Да, смотрите, на самом деле нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Вернее, настоящее есть. Но оно настоящее, оно состоит лишь из мига. Все. В момент здесь и сейчас. В момент здесь и сейчас. Вот это единственное, что существует. Все остальное, оно в миге, в этом моменте здесь и сейчас и формируется, и создается, и раз создается. И это постоянно, это как, знаете, как пиксель, 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 пиксель. Нет ни прошлого, ничего нет. Все только создается в моменте здесь и сейчас. Если вот эту глубину осознаешь, то ты понимаешь, что именно в моменте здесь и сейчас, то есть в любой момент своей жизни ты можешь эту жизнь изменить. Но изменить ты можешь только лишь тогда, когда ты осознаешь суть единства и осознаешь себя создателем всего в моменте здесь и сейчас. И вот как-то так. Но видишь, опять-таки проблема отказаться от объективной реальности. Проблема не отказаться, а принять что-то ты ее создал. Взять ответственность за создание объективной реальности. Как же я не эту реальность создаю? А какой вы создаете? Сейчас вообще все реальности благодаря интернету вы можете видеть. Хотите папуасов на острове возле Индии, дикарей, пожалуйста. Предложений вам будет очень большое количество, да. И даже годы или-то исчисления разные. У мусульман одни, у евреев другие. Сколько хотите. Все жизни на момент. Когда осознаешь, что все создается в моменте, то нет, на самом деле нет тех же папуасов, которые там были, жили 2000 лет назад. И еще чего-то нет. Оно все вот здесь. И та же история. Как предложение игры вам. Да, просто предложение, просто сон, очередной сон. Та же история, это сны, 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 которые меняются. А мы соглашаемся. Да. Все просто, все гениальное просто. И поэтому первое, с чего начинаем, это возвращаем в себя ответственность. Бог – это есть ответственность. Взяли ответственность за реальность, что вы создаете. А дальше надо выйти за пределы тела. За пределы своей психики. За пределы круга сансары. А это должно сознание быть определяющим. И надо, чтобы тело было в сознании. И когда вы уже сюда выходите, вы можете говорить о единстве. Но это все про расширение сознания. Это про инфодайнг. И это целый путь. На самом деле это путь по правилам игры, который проделывает каждый игрок, который играет в иллюзию отделенности. Пока он не осознает единство. Как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok